Вот 5 июля моя первая была запись сделана. Мне вот так вот ответили специалисты администрации Адженегирского района, что до 11 июля сверят план работ по покосу травы на указанной территории. Ответ предоставим дополнительно. Как они составляют план работ, если ничего не делается, не косится. Лужи стоят летом в жарищу. И вот такой еще дополнительный ответ прислали. Видел я этот трактор. Он заехал на Шахтеров улиц. Там ему не развернуться, ничего. Он там бедолага лазил-лазил, еле кое-как скосил. Этим трактором только поля косить. Они его в городскую черту загнали. Маленького трактора нету. Итак, недели две назад, как не больше, наверное, я обратился в администрацию с просьбой, чтобы скосили здесь все. Никто не шевелится вообще. Нет у них там подрядчиков каких-то. То они там списки какие-то не могут составить. Это улица Братьев Сизых. Вот такие здесь заросли. А это Шолохова 15. Про нее тоже речь была. Вот так выглядит бардак в Новокузнецке в Рженкицовском районе. Без слов. Почему здесь ничего не оборудуют? Асфальту лет 40, наверное, как не больше. Вот места под лавочки, скорее всего. Красотища. Центральные улицы уже по три раза выкосили на шахтеров. Вчера косили, видел. Там трава маленькая, прям маленькая. Почему они сюда не заходят? Не надо мне там от корячки какие-то искать, что там нет у вас подрядчиков. А чья это сейчас земля? Кому она принадлежит-то? Почему здесь должны предприятия какие-то косить, а не город? А здесь? Клен еще сильнее наклонился. Вот он пришибет кого-нибудь. Я уже говорил. Шахтеров 30. Этот дом шахтеров 36. Крапива. Тут крапива в мой рост. Репей еще выше. Дождетесь, господа, когда кого-нибудь прибьет здесь, потом по-другому запоете. Неужели не видно? Никому дела нет. О! О! Сюда вот роторную косилку надо. Иначе здесь удачи не видать. Там мусор лежит еще с прошлого раза. Вот как пилили. Вон там перед домом тополя выкосили. И все здесь посбрасывали. Попрятали. Хоть бы раз что-нибудь взялись и сделали по-человечески. Вон сколько мусору. И там видно. И там видно. шахтеров 26 вот слева выкашено это уже все по вырастала еще ни разу не косилась кто за этот бардак ответить если даже скосят все бросят здесь этот покос если будет валяться семя пойдет в землю на следующий год будет больше еще травы там уже тополя новые вырастают кто отвечать будет за этот бардак хоть бы кого-нибудь наказали раз в жизни либо по 5 раз в месяц косили вот здесь косили буквально вчера ли позавчера высохла все уже сейчас спичку бросили окурок все сгорит почему не убирают где противопожарная безопасность на той стороне тоже не ушел бы рукав конь не валялся универмаг втб сколько у нас не пекла стояла жарище лужа так и не высохла это шолоха 18 и в продолжение это же улица этот же дом шолоха 18 тоже лужа все время что пекло было лужа не высохла она была очень огромный вот где обход с одной стороны вот обход с другой стороны это лужи лет 20 а может того больше с той стороны тоже самое чё никто не знает что это уже здесь существует я вы ее показываю уже неоднократно когда это все прекратится здесь асфальт идет под скос шолоха 18 такая лужица здесь тоже самое кому лафа голубям одним лафа люди обходят эти лужи исправить некому а это территория чья под этим всем бардаком там же идет слив там же траншею копали прошлом году или позапрошлом уже не уже не помню в прошлом по моему слив делали почему сейчас никто ничего не делает это братьев с язык 9 а и от нее что влево что вправо вот такой бардак временно исполняющая обязанности губернатора наведите пожалуйста порядок в городе новокузнецкого джинькистском районе это только маленькая толика того что я обошел в округе в новобайдаевке а если взять в целом весь город так зарос травой сами проедьте посмотрите на этот бардак и найдите крайних и накажите здесь должно уже побрита быть раза на три а тут еще ни разу не стерлили ни травой ничего не делали ездить по району ездит пыль поднимает а почему не поливал к интересный случай свой закай пылище разве так хозяин в своем городе сделал конечно нет смотри что творит пекло стоит дышать нечем улицы вообще не поливаются что ли или ночами поди проливают мал мал ну а чё толку она пылина как была она вся осталась на бровке с бровки отмел почти чуть-чуть ну и так видно что он всю грязь поднял и перевернули с ног на голову и уехал